друзья всем привет из луганска у нас снежок пошел вышел я вечером погулять правда температура такая знаете на нуле подтаивает но хоть не сильный плюс в принципе что-то собирается мы возле облсполкома бывшим гуляем здесь вам видите как красиво все украсили елочки светятся сейчас тут классно свет хорошо отражается от этого всего и на улице классно светло камера вообще снимает просто отлично люди гуляют сейчас пойдем прогуляемся маман сегодня целый день работала на компьютере на втором вы сейчас прогуляться боится шутку каша праздновая друзья подтаивает здесь у нас такой вот герб красивый висит ну чё идем к елке интересная елка сегодня светится или нет короче говоря город заснежил а здесь друзья видите на асфальте у нас слякоть аптека ваше здоровье напомним до восьми работа сегодня что-то обком партии не подсвечен фонарями ведь чуть не включили что ли хотя уже время принципе прилично мужчина с молодежь гуляет но елка по моему сегодня тоже не светится что-то не вижу я я может не видно ее но это у нас получается второй снегопад такой в этом году видите с крышка по это вода бежит так что не знаю завтра днем плюс два вечера минус два может и растает все ну хотя сейчас вот это до конца недели снежная погода такая ночью минус днем плюс не знаю что она будет да елка сегодня опять не светится не работает а с вторника днем уже минус два ночи минус десять но такая более солнечная погода и снега не будет ну так в принципе идешь на здесь вроде слякоть не такой сильной слякоти нету в принципе ноги не мокрые пока ну неплохо чуть-чуть бы минус там пару градусов вообще бы было отлично а так снегопад у нас начался я думал что с обеда начнется он наверное в часа в три начался чуть позже больше светло было или после двух наверное в два-три часа где-то наверное он на фонари посмотрите в принципе снег так неплохо идет ну тает не успевает сугробов больших нету вот наша елочка народ возле елочки гуляет но елочка не светится не знаю может на выходных еще включат ну наверное еще рано друзья но через неделю уже точно будет все светится и будет красиво сейчас пойдем в магазин прогуляемся что к елке пойдем посмотрим или нет что смотрели пойдем гастроном ну пойдем к елке подойдем сейчас а потом пойдем надо кефира купить у нас кефир вкусный Добрыня ДНР в Луганске разучились кефир и йогурт делать станица ужасная продукция друзья ну народ уже ходит вон с фотоаппаратами фотографирует с телефонами здесь у нас видите я люблю Луганск у нас светится тоже вон елочка крайне украшенная ну елка в этом году должна быть красивая в последнее время правда она у нас синтетическая но вроде иллюминация в этом году красивая ну короче посмотрим пока только один ролик в интернете видим народ вон фотографируется возле оленей с санями и классно сейчас светло вон дети бегают в снежки играют сейчас снег хорошо лепится по идее девчонки вон кидаются сейчас снежки хорошо играть пойдем сейчас вниз прогуляемся туда может до вечного огня театр уже не работает темно хотя времени по идее еще не очень много вот здесь у нас реклама на щите ну когда концерты идут на нем транслируют то что происходит на сцене да на дорожках еще более-менее не так мокро а на дороге конечно друзья слякать здесь вон еще дополнительные ограждения лежат ну все равно неплохо на улице сейчас и ветра хорошо сильного нету друзья напротив нас верхов это тоже в новогодний украшен музыка внутри гремит народ отдыхает ну сегодня пятница вечер там бог велел отдыхать изумруде темно я даже не знаю сейчас он работает или нет вообще то есть вообще вот эти внизу магазины что-то не донецкие зори ни это ничего не работает здесь то что донецкие зори раньше были это нашего Данила который сейчас глава СМБУ редкостный козел конечно но это мягко сказано не буду выражаться ну вот и где-то здесь я так понял по видео Анатолий Шария где-то здесь его мама до сих пор живет во дворах который там за 80 лет ну не будем о грустном друзья ну что друзья спустились мы вниз вот у нас краеведческий музей здесь Карл Гаскойн там за деревом у нас пушечка но ее сейчас не видно но уже не пойду я туда есть она у меня на других видео хорошо отснята мы сейчас пойдем вниз спустимся к вечному огню и к памятнику революционерам тоже у нас здесь госбанк ЛРН сейчас в этот парк еще заглянем где у нас фонтан водопадами в маршрутке видите еще вон 117 ходит ну хотя сейчас хоть и темно сейчас у нас я не знаю сколько времени наверное часов 7 в принципе не так возле ну сейчас благо комбинанский час уже давненько отменили и в этом плане как-то вечерняя ночная жизнь у нас немножко ожила ну а видите какой заснеженный парк здесь красивый но что-то детишек никого нету они бегают не играют сейчас сейчас вот именно снежки играть самое оно и танки наши заснежило мы кстати с вами в парке патриоте вот были там вот такие же такой же танк один стоит ну по-моему немножко другой да сейчас кстати посмотрим там спереди у него какая-то башня не башня дополнительная была но тоже из этой серии и тех же времен надо будет за него посмотреть его историю а внизу видите вон комброд вдалеке виднеется светится а здесь у нас барельеф ну тоже видите барельеф не не освещен но зато огонь красиво горит так вот наш танчик очередной раз его снимаем друзья ну да у него вот такой штуки как на том спереди там какая-то была пулемет какой-то здесь спереди нет здесь он да здесь спереди у него другая конструкция друзья вот такая вот у нас снежная погода сейчас на ту сторону перейдем пока машин нету да можно весь насмотреть как красиво горит огонь друзья ну здесь что-то вообще света нету обычно в этом парке здесь свет горит а что-то сейчас здесь нету что-то выключим может поэтому и здесь ничего не светится темно то ли авария какая-то то ли специально отключили ну тяжело сказать поэтому здесь и темно ладно пойдем дальше темно здесь света нету что-то друзья идем мы дальше по улице Карла Маркса сейчас пойдем туда ближе к Красной площади потом по дней назад туда поднимемся на Кочубинского и пойдем наверно в Ворошилоградский зайдем кефира купим так сегодня много ходить не будем потому что погода такая все-таки влажная ноги промокнут и все но пока слава богу ноги сухие вдалеке вон гармошка виднеется окна светятся люди живут а здесь у нас вот какой-то ДК я не знаю что тут раньше было ну тоже здесь по идее автобусная остановка ну если она сейчас тут или нет тяжело сказать памятник тоже кому-то стоит но не знаю кому друзья спустились мы на Ленинскую идем по старому городу здесь тоже снежок тоже тает люди тоже гуляют сейчас к филармонии подойдем ну вот 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 снег скрипит хрустит под ногами ну вот старые дома здесь красивые с вентилями штукатуркой всякой ну тоже он по-моему разбитый пустой не хочу табличка тысячи две сотки не хочу не хочу по херам не надо казацкая слобода так и стоит закрытая не работает ну видите этот дом он вообще стекол нету короче говоря стоит разбитый и никому ничего не надо вот здесь возле филармонии уже видите освещение получше вторая школа внизу вот вот вода капает бежит вот эти дома здесь целые ну здесь магазины на первом этаже а там вроде какие-то склады всякие фирмы офисы были на втором на третьем этаже сейчас не знаю друзья что там сейчас пойдем в парк сам не пойдем сверху посмотрим как он сейчас выглядит ну елочки заснеженные красивые конечно и другие здесь вот туи растут всякие кусты знаете как красиво здесь много памятников ворцам революции вдалеке филармония светится красиво вот 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 кстати можно в филармонии подойти посмотреть есть там сейчас какие-то мероприятия афиши может висят сейчас подойдем видите какие веточки красивые снег поприлипал так друзья подошли мы филармонии а здесь вот афиши правда не очень наверное хорошо видно что тут и дисней щелкунчик и вон академический филармоний симфонический оркестр новое приключение трех богатырей наталья алиференко какая-то вон новогодние какие-то тоже представления оркестр джаз ну короче что то тут друзья какие-то мероприятия идут так с другой стороны тут ничего тут форум это форум тут летом был вывеска осталась сейчас еще здесь посмотрим ох как здесь фонари друзья отсвечивают орел какой ну че идем дальше что друзья идем мы дальше по Ленинской все друзья идем мы дальше по Ленинской не стал я там участок снимать он очень темный вот сейчас уже мы стали подходить остинец и октябрь здесь тоже видите какие старые красивые дома идут ну тут многие дома дореволюционные друзья еще ну и самое любимое место вот это кроме парка Горького для прогулок это вот старый город вот тоже какое-то здание здесь по-моему или больница или что-то было и тоже видите стоит стекла выбитые и короче говоря в полузаброшенном виде обидно конечно такие архитектурные ценности исторические и никому не надо а сзади идет здесь остинный двор этот супермаркет здесь отреставрировано красивое здание лако чай и лива два чё-то начинает снег подтаивать здесь слякоть и побольше гостиница октябрь потом ее по-моему в Украину переименовали Ну, тоже стоит темная Не знаю, что в них Кто-нибудь живет сейчас Может, какие-то офисы где-то остались, не знаю Сейчас пойдем уже назад-наверх Ну, да, тут все Как-то старинный город машин Плакучая ива здесь У нас находится Не проходит Перестанач Ну, видите Под крышей вылезли Плохо видно, хостильный гор Ну, тоже старое здание Сейчас пойдем вверх Зайдем здесь на храм деревянного Посмотрим, красиво здесь Что-то вокруг только никак не облагородит Здесь Забор страшненький стоит И подстанция Рядом с ним тоже Но, в целом, красиво Ну, еще, видать, руки не дошли Я так что-то вот смотрю Все не пойму Служения в ней идут или нет Ну, рядом, наверное, где-то Вон, видите, свет горит Идет А вот в самом храме здесь внутри Не знаю Ну, не так давно построили Поэтому как-то так Ну, красиво Фонари, вон, светятся все Здесь, правда, еще не светодиодные А обычные На реке он китайская стена виднеется Сейчас будем на Красную площадь туда подниматься Еще раз взглянем на храм Ну, здесь тоже Улица Свет везде горит Здесь у нас, наверное, Карл Маркса Здесь сейчас, наверное, пойдем наверху идем Красота Ну, с другой стороны, друзья, не холодно Но влажно Друзья, поднялись мы выше Уже возле китайской стены Сейчас будем подходить к Красной площади Я, честно говоря, раньше думал, что он тут Красная площадь Потому что парк Красная площадь На карте посмотрел Но, кажется, действительно Эта площадь называется Красная Вот это возле Дома техники бывшего Ну, я его так и называю Дом техники Его одно время делали Корпусом Вот это вот Института культуры, искусства Потом я уже вам рассказывал Его забрали Под какой-то типа ансамбли Не ансамбли Что-то такое Да, и там у нас улица, друзья Тараса Григорьевича Шевченко Интересно, как эта улица До революции называлась И была ли она Не факт, что вот эта улица была Она, наверное, и раньше В советское время, мне кажется По-другому называлась Она будет посмотреть Интересно Вот видите, старенький домик стоит Явно Начало прошлого Столетия Изюминка Вот видите, магазинчик работает Да, снег слабее стал идти И больше начал таять Походу закончился Ну, может, еще ночью что-то пойдет Тяжело сказать Но Завтра, конечно, воды будет опять Много Пока что наши поездки, друзья Откладываются Да, лишь бы гололюда не было Чтобы подморозило И снежком припорошило И такой укатанный хороший снег был Тогда можно будет покататься Ну, резину надо поменять Потому что там стоит сейчас слик Я с Каменска привез такую грубую Как раз Она и пошире Она Та у меня 1,95 дюйма А это 2,35 Ну, пошире Но больше уже в мой велосипед Не влазит Она тереть будет Особенно если протектор грубый А здесь сейчас, видите Домино Не знаю, бельяр здесь остался или нет Здесь вот алкомаркет Походу бельярда нету Походу здесь кафешка Вот теперь и алкомаркет Единственное, что у нас в Луганске дешевое пока Это алкоголь Ну, сигареты еще, в принципе И хлеб с мукой держится А остальное все дорого Тоже вот историческое красивое здание Сколько иду, смотрю на него Жалко, он тогда пожар был И Так его И забросили Понятно, крыша там есть или нету Если крыша еще есть, то еще что-то простоит А если крыши, конечно, нету То развалится Хотя, может, все-таки Доберутся до него реставраторы И что-то с ним сделать Да, жалко Да, вон крыши нету Ни хрена Печально В России такие дома Реставрируют, делают что-то Ну, хотя, конечно, частично Что-то сносят Но это вряд ли Разрешили бы снести Потому что оно Архитектурную цену Сто процентов имеет Да, были, наверное, когда-то времена Когда вот эти дома были крайние Здесь дача Был пустырь Здесь и наругие стоит А здесь в парке Памятник тоже Героя Советского Союза Тут стоит У меня в другом видео есть В конце оставлю ссылочку Как я здесь гулял летом Сейчас пойдем через парк пройдемся И выйдем туда вверх На Катюбинского Да, друзья, снег почти не идет Вон на фонарях Нету снежинок Мелкие, кое-как срываются Ну, походу, все будет таять Хотя, может, сейчас подморозит Но вряд ли, наверное, подморозит под утро Как обычно Ну, тоже здесь в парке Хорошее освещение есть И так как у нас Сегодня опять, видать В верхних слоях Облачно Или туманно Типа стоит Видите, свет отражается И небо такое серое Ну, телефон немножко засвечивает На самом деле Оно чуть-чуть темнее О, памятник Здесь О, молодежь гуляет А в Домой технике Внизу свет горит Охрана сидит На посту Красивое здание Молодежь празднует Первый снег Фонтан Здесь дети Видимо, чуть раньше гуляли Вон Что-то рисовали здесь Наверное, недавно разошлись Снег истоптанный Сейчас поднимемся по ступенькам И вниз на камброт посмотрим И скульптуры тоже красивые Их реставрировали В летнем видео есть Подробнее О, как камброт Блин, эти красивые Фонари за свечью Сейчас выше подниму Вон далеке, видите, светится Идем дальше Заходим мы тут В парк Ликвидатором Чернобыльской Аварии Вот уже здесь Отсюда видео летнее Мы сейчас просто здесь пройдем Часовенка Здесь вот памятник Милиционерам Погибшим В Великой Отечественной войне При исполнении Я так понимаю А дальше у нас 20-я школа Новая А старая там Возле вышки Вон там сейчас Офисы всякие Там только, по-моему, спортзалы Наверное остались Я туда единственное Что ходил Когда малой был Там кружки еще были Какие-то В старых Аудиториях Технический Авиакружок Там был еще какие-то Ну, это еще В те времена Ну, что, друзья Наверное, будем заканчивать Сегодняшнее Наше С вами видео Нашу прогулку Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите свои комментарии Всем крепкого здоровья Вам и вашим близким С наступающими праздниками До новых встреч Пока-пока